Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души, о вечности, о смысле человеческой жизни вообще, для чего человек живет в этой земной жизни. Да, я вас послушаю. Господь Бог, Творец неба и земли, сотворивший Вселенную, послал в мир Сына Своего Недородного Иисуса Христа, который был распят, и от этой жертвы Своей Он взял все грехи мира на Себе. Верующие в эту жертву имеют прощение грехов и жизнь вечную, и на третий день воскрес, и также нас воскресит к жизни вечной. А если человек не примет Христа, не поверит то, что Бог Отец свидетельствовал о Сыне Своем, Он у нас, к сожалению, будет в гену огненную послан, то есть в адские мучения. И в этой земной жизни мы должны сделать выбор. Или ты с Богом живешь по Его святым заповедям, или ты будешь в гене огненной на веки вечные. Нескончаемые мучения. Может, у вас какие-то вопросы есть? Да, у меня много вопросов. Задавайте. Не подготовились, да? Ну, мы еще не только говорим о Боге, мы также говорим о том, что где можно найти ответы на вопросы вообще. Вот перед вами как раз сидит старец, Игнатий Тихонович Лапкин его зовут. Игнатий Лапкин. И у нас в Ютубе есть открытый окон во свете Библии. Это сайт наш. Там у нас больше 14 тысяч видеороликов. Ну, поучительно для вас будет. Потом сайт и форум. То есть можно зайти, и на многие свои какие-то у вас вопросы будут, там найти ответы свои. А от такого от Его, да, получается? А? Вы Его, да, получается? Мы православные. Православные. Верим на Святую Троицу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А смотрите, люди, которые в Бога не верят, куда они попадают. Погромче, чтобы слышно было. Погромче чуть-чуть говорите. От людей, которые в Бога не верят, куда они попадают. Писание говорит так. Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И 25 главе 46 стих Евангелия от Матфея говорит так. И пойдут праведники в жизнь вечную. А неверующие, другие, пойдут в муху вечную, где плащ искрежет зубов, где червь не умирает и огонь не угасает. Так говорится в этой книге. Книги-книг, самые популярные во всем мире. В Святой Библии. Переведенные почти на 3000 языков. Ну, полностью или 6 тысячи. А вы верите? Да, мы верим. И поэтому спустились вот в эту рулетку. Это как дыра в преисподнюю. Что тут есть? Раздеты, показывают органы, творят блуд. Это место разврата. И мы специально пришли, чтобы грешникам рассказать о Христе. Чтобы покаялись люди и верили во Христа. Я не знаю, как это. Ну, хорошо. Я думаю, говорить, говорить это все равно бессмысленно пока. Ну, хорошо. Кому не придет. Вы неверующие. Ладно, спасибо вам большое. Нет, скажите, вы неверующие? Я вопрос задаю встречный. Я верующий. Верующие? А как вы докажете, что вы твердые в вере? Что вы претерпели за свою веру? Возгнали, может быть, когда-то? А? Вы спросили, мы действительно ли верующие? Я в ответ говорю, чтобы это доказать, должны быть жизненные доказательства. Что тебя заставляли отречься. Ты устоял. Тебя мучили. А ты устоял. Вы лично что-нибудь претерпели за свою веру, которую имеете? Я вас не понимаю. Нет, он задал вопрос, говорит, есть ли в этом смысл, что человек это примет, то, что мы здесь сидим. Я и говорю про это. У него есть сомнения, что мы говорим. Мы живые люди перед вами. И поэтому, если нет сомнения, вы сколько лет мне дадите, судя по виду? Лет пятьдесят. Восемьдесят. Восемьдесят. Я свою веру доказал. Пять тюрем прошел, и лагерь смерти, и двадцать шесть лет меня еще мучили, чтобы я отрекся. Вы зайдете на наши вот эти данные, если здесь, здесь все есть абсолютно. Вы прочитайте мои книги, у меня тут сорок одна книга, вышедшая из печати. Как мы по всему миру проехали от Атлантического до Тихого океана. Везде книги эти дарили, шестьсот пятьдесят городов. Мы показали, что мы верующие. С нуля строим православную деревню. Я начальник детского лагеря. Без помощи государства тысячи детей подняли. Сорок пять лет. Бесплатно. Ну дай Бог таким людям побольше. Да, и мы хотим, чтобы люди сдвинулись с места. Надеялись на благодать Божию. Бог поможет. Вы же видите, все какое состояние в школах везде. Правители, милиция, везде оборотни, оборотни. Мы где живем-то? В Зазеркалье каком-то. Ну вот сейчас только на меня один вышел, он видит, все, мужчина. А я говорю, ты что сделал-то для этого? Да вот страна там, там, китайцы, там, Байкала, все захватили. Ну а почему захватили-то? Потому что комсомольская правда написала статью вот так, через две страницы. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня 650 миллионов. А нас же 100 миллионов не могут набрать. Кто полмиллиарда сожрал? За время перестройки в России 120 миллионов абортов. Кто? Кто заставляет это делать? Утробы матери делать гробом. А это мужья, подкаблучники. А что нищету плодить? Нищету плодить? Два слова. Больше никто ничего не говорит. У нас отец Тихон вернулся с фронта, руки вот так нет левой, до плеча. И нас живых детей было 10. В бедность была просто уже все здоровы. Я еще ни одной таблетки не съел. И все работали, и в армии служили. Надо жить интересно, красиво в бедности. Нам эти майданы, митинги ничего не дадут. Надо работать. Мы взяли участок земли, а 21 тысяча сел исчезли в России полностью. Получили статус государственный. Построили школу, храм без помощи государства. Дороги все за свой счет. Как коров держат, овечек, птицу, пчел. Мы единственная деревня такая, у которой главные условия, кто к нам поселяется. Доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Да это мечта любого правителя. Я сказал об этом в краевой администрации, а они засмеялись и говорят, да у нас в краевой администрации ни одного такого нет. Статистика врет, женщины курят, матерятся. Ну вот, понимаете, надо работать. И благодать Божия, благодать Божия, самому это не сделать. Потому что тебе мешают будут, скрежетать. Но у меня столько нападок было, конца края нету. А мы прошли, дорогой ездили. Представьте, мы проехали 120 тысяч километров. По экватору три раза объехали. И все это даром. А для чего? Ну, потребность внутренняя. Я христианин. Я вижу, люди погибают. Я даже в этот чат рулетка спустился, чтобы людям рассказать. Я вижу, здесь гнусность какая. Мусульман 80 процентов. Половина раздетые. Показывают, что попало делают. Это специально сделали такое. Я говорю, а кто изобрел в этот чат рулетка-то? Еще ни один не ответил. Это мальчишка, 17-летний. Школьник двоечник. Он говорит, я на двойке учился. А Андрей Терновский. Сейчас он в Америку миллионером стал. И вот такой. Это не одноклассники, не Твиттер, не Фейсбук. Там не разрешают это делать. В Ютубе там сразу закрыли. А тут что хочешь делай? Специально сделали отстойную яму. И тут хлынули все отбросы общества. Но и здесь находятся люди. Мы помолились сейчас. И мы вот почти сразу на вас вышли. И чтобы мы могли слушать, это вообще. Вот вы пожелаете по Скайпу говорить. Вот видите, Скайп Игнатий Лапкин. Все. Ну представьте, у нас роликов только 14 тысяч. Вот примерно дней через 10, а может попозже, вы зайдете, вы себя увидите, как мы с вами разговариваем. И будет интересно людям. Молодой человек. А как этот город? Барнаул, Алтайский край. Южнее Новосибирска. А вот скажите, пожалуйста, православные, да, вот, мусульманины, как вы считаете, как это религия вообще? А вот если вы зайдете здесь, сайт, вот здесь, и там есть книги мои, написано книги Игнатия Лапкина. И там 18-й том открытым оком, полностью посвященный их книге Корану. Я разбираю пасуры мои, аятом в сравнении с Библией. И что о мусульманах сказано 1300 лет было. То есть я вам тут все не отвечу. Хорошие люди. А храм вы вообще читали? В храме мы ходим, православный храм. Не, не, не. Не, храм. Храм? Целиком я его разбираю пасурам аятом. Сколько букв в нем даже показал. В сравнении с Новым Заветом в 1,16 меньше. Это нигде данных нет. Там вопросы мне, которые задают, я в пяти университетах вел занятия. Я отвечаю, там мусульмане сидят. У нас очень хорошее с ними отношение. Но это не спасительно. У нас в Библии, Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих, говорится. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Христос взял на себя грехи наши. Он может простить. Вот мы говорим грех, грех. Я просто разговариваю. Давайте разыграем такой случай. Адам и Ева первые в раю. Что Ева сделала? Ну, она что-то сорвала, что-то ела. Ну, не знаем, что. Ну, допустим, яблоко. Ну, что там, уменьшилось? Ну, какой это грех-то? Вот у меня в сад залезли ребятишки-то. Ну, я захватил. Я говорю, ребята, вы берите яблоко. Давайте, только не ломайте ветки. Давайте. Я наложил им, которые упали, яблоки. Собрали все. Мы собрали яблоки. Я по всей деревне поехал и бесплатно по ведерку всем отнес. Здесь одно, один плод. И Господь говорит, в день, в который вкусите, смерть и умрете. Они не умрили, еще 950 лет жили. Тогда народ много жил. Так а что же произошло? Все люди умерли. Смерти не было. И за то, что они вкусили, уже умерло больше ста миллиардов людей на земле. За семь с половиной тысяч лет. У Бога другая шкала. Но пришел Христос и жертвой своей искупил все человечество. Кто будет веровать, будет иметь жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий направлен на него. Вот главное ухватить это. Я хочу покаяться, Господи, но у меня сердце жестокое такое. Да я потеряю что-то. Да меня интересует. Прости меня, Господи. Прости. И начнется новая жизнь. Я 23 года пришел ко Христу после армии. Евангелие попало в руки. Ну люди-то говорят, как? Что у тебя какая-то беда была, больной. Я не был больной. Я во флоте работаю. У меня здоровье отлично. А в это время Евангелие попало. Я понял, у меня пустота в душе. А мне Бог широко открыл двери с выходом за границу. Я добиваюсь разрешения в высшем училище три курса сдать за год. По-английски, немецки или французски. Бог дал мне грамоту. Это оказалось все счета мусор. В сравнении с тем, что Бог мне предложил. Он предложил мне жизнь во Христе. Жизнь радости. Энергии. Целомудрия. Чистоты. А там нет, я знаю, моряки сходят. В каждом городе притон красных фонарей. Вас как звать-то? Вадим меня зовут. Как говорится? Вадим. Вадим, да помилует тебя Господь и спасет. Да благословит тебе Бог. Чтобы в жизни твоей была красота и чистота. Так, мы отходим, прощаемся. Вы не забудете наши ресурсы? Во свете Библии открытым оком. Там много про нас плохого где-то пишут. Ну, а раз мы живые, мы работаем, ясно, что враги будут. Христос говорит, меня гнали, будут гнать и вас. А если меня никто не трогает, я никому не нужен, я мертвец. Чтобы человек делал добро и против него не воевали, нет. Златоустов свергли, апостолов почти всех казнили, пророков гнали, а я кто такой, чтобы меня не гнали. Поэтому сегодня новый ролик против меня поставили. И те, которые не расположены, бросились, и ни один правды не говорит. Приехала к нам директор Кэстонского института с Лондона. Она все видела в деревне, а теперь я ее обманул. Лапкин ее обманул, как обманул, когда она была с представителем Останкинской башни. Она была здесь, книги приобрела. То есть, что говорят правду, им это не надо. Почему? Дети лжи, а лошадь дьявола. Вот и мука вечная. С Богом. Да хранит вас Господь. Вот это место, как интересно, сразу удивленно смотрит на нас. Мы, православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности, о смысле человеческой жизни. Да, мы тоже в обсерватории учимся, на самом деле. Говори, пока я уберу. Что расскажете? О том, что я Бог-Создатель, Творец неба, земли и всей вселенной, послал в мир Сына Своей Ненародного Иисуса Христа, чтобы человек имел прощение грехов и жизнь вечную, которую Господь обещал любящим его и исполняющим его святые заповеди. Но если человек отвергнет эту спасительную жертву Христом, значит, его ждут веки мучения, на веки вечные. А почему вы решили заняться именно этой деятельностью? Именно здесь или вообще это вы имеете в виду? Вообще. Вообще? Я вот сам ко Христу пришел 26 лет. 26 лет я жил без Бога. Вот, и пустота в жизни у меня все было. Ну, там, понятно, и блуд, и все было. Вот, а когда обратился ко Христу, Господь изменил мою жизнь полностью. То есть я начал... То, что перестал грехи самые основные делать. Вот это, курение, пьянство, там, ну, я курить не курил, а вот именно выпивка, пьянство, это, блуд, там, другие какие-то тоже, другие грехи. Господь от этого сразу освобождает. Даже не надо ничего, как, вот люди бывают, там, борются, там, бросают курить, потом опять заново начинают. А Господь освобождает сразу на всю жизнь. Главное, чтобы ты к этому не побуждение имел. И мы свидетельством о великой любви к Христовой. Вот вы сейчас что пропагандируете? Мы? Да. Мы христиане православные. Христиане православные? Да. А при чем тут нацистский крест? Какой? Ну, который вы держите, на лбу у вас нарисованы. Это символ солнца. И что он дает вам? Тепло. Тепло? А спасение души дает Христос. Так, разрешите, я вам скажу немного. Да, конечно. Принятое законодательство есть в стране в одной, а есть в разных странах. Во всех странах Европы, в Америке принято. Если человек пользуется знаками фашистской идеологии Третьего рейха, он подлежит уголовному преследованию. Я не против, но то, чтобы вы знали, это грозит вам тюрьмой. Ни больше, ни меньше. И срок до семи лет. Вы просто не знаете это. Это правильно. Вот. Я должен предупредить, потому что я в печати, когда выступаю, у меня вышло 41 том книг. Я говорю, лучший гитлеров не было на земле человека, который так любил бы свой народ. Как он делал все. Но при одном условии, что Бога нет. Но если Бог был, и то, что он делал, а только дьявол в образе человека может делать. И называется восхождение дьявола. Понимаете, как надо реально смотреть. Это был правитель настоящий. Генералы говорят, мы академии кончали, а он-то и претер. И он видел, какие войска куда выстоять. Он наизусть знал, там тысячи человек. Но он поднял руку на еврейский народ. Это главная его вина. Почему? В Библии написано, проклинающий мой народ Авраама будет проклят. Он вперед не мог видеть. Генрих Гиммлер что ему говорил? Новая религия. Славян там кастрировать и пересылать за Урал. Все кончилось ничем. Убил его, не убил его, собственная пуля. Но факт тот, что закон принятый. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души, о вечности. Чтобы не погибли. Проматывайте даже. Что-то сразило его. Побелок как. Проматывайте, проматывайте. Он там голый сидит. Ну там не видно было сбоку. Господи. Православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души, о вечности, о смысле вообще человеческой жизни. Для чего человек живет на земле. Бог, Создатель неба и земли, послал в мир Сына Своей Народного Иисуса Христа. Чтобы люди, верующие в распятую и воскресшего Христа, имели жизнь вечную и прощение грехов. Если человек не принимает это спасение, то он после гроба будет в веки вечной мучиться. То есть человеку стоит выбор в этой жизни. И какой он выбор сделать, такой ему предлежит в вечности. В Деянии 4.12, это я вам из Святой Библии говорю, написано. Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. То есть путь на небо, Господь Иисус Христос так сказал. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Путь на небо только через Христа. Другого пути иного нет. Здесь гуляйте хорошо, давайте у нас другой, у вас другой. А вот вы себя как представляете? Вы из чего состоите? Душа и тело, или только тело одно? В смысле? Ну, в смысле вот как? Вот это вот вы видите внешне, вот голова, порода. Но я не, это не внешнее только. Внутреннее-то, это другое. Вот у нас умер недавно человек, парализованный, 7 лет лежал. Он парализованный. У него... 17 лет. А? 17 лет. 17 лет. 17 лет. Внешне это развалено. 17 лет весь скручен, он ударился там об дно, и 7 позвонков перерезали ему столб этот нервный. Но в душе это был человек, который оставил пример. Он стал лучшим иконописцем. Вот так, плечо одно шевелилось только, икону распространял. Далее. Он людям отвечал на вопросы, а сам на вытяжку лежит. И вот ему теперь говорим, вот Сережа, если бы тебе сейчас было назад, ты здоровая, у него метр девяносто, росту был, такой герой приятной наружности, вернуться туда здоровым, но безбожником, как ты тогда был. Или вот ты уверовал, когда лежишь. Он говорит, даже их слушать не хочу. Сыне Божий, помилуй меня грешного. Православный. Мир вам, мы люди православные, мы рассказываем людям о спасении души, о вечности, как человеку не погибнуть в аду на веки вечное, а быть со Христом в вечности. Вы верующий человек, да? Да. Вот, мы также людям говорим не только о Боге, о свидетельствах, но и также показываем то, что где можно найти людям ответы на свои вопросы, то есть, чтобы человек не погиб, душа его для вечности. Это у нас на Ютубе есть канал «Открытым оком во свете Библии», православный канал. И также вот если эти названия в две верхние строчки ввести, то есть сайт и форум под этим же названием. То есть, там много полезного для себя найдете, для спасения души. Вот, и вот здесь вот Игнатий Лапкин, а тот, перед вами старец сидит, вот как раз его имя и фамилия. Можете по скайпу выйти и побеседовать, задать свои вопросы какие-то. Может, у вас сейчас какие-то вопросы есть? А вы в церковь ходите? Куда? В церковь? Ну, конечно, мы же православные, в храм ходим, конечно, обязательно. Ну, просто, как вы поймите меня тоже, то, что некоторые веруют в Бога, а не в этого, которого церковь не пользуются. Как они там начинаются? Мы православные, мы же крестное знамение делаем, Господи благослови. Потому что ни один сектант, он не делает крестного знамения. Они это отвергают, считают за ничто. Вот, у нас две общины православные. Мы сами из города Барнаула, Алтайский край. У нас две православные общины. У нас православная деревня строится на пяти столпах. То есть человек должен доказать, перед тем, как приехать сюда, доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. И тогда мы с человеком ведем беседу. То есть, если он захочет поселиться у нас в деревне православной. Учителя все верующие. Молитвы, эти уроки в школе начинаются именно с молитвы с детьми. Учителя молятся с детьми. То есть, жизнь должна быть направлена с Богом и с теми людьми, которые веруют в Него, во Христа. И тогда Господь наполняет смыслом жизни. И у человека уже нет никакого ни отчаяния, ни что. То есть, он стремится к Богу всей своей душой. Потому что у нас же заповедь есть в Евангелии. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой своей, всей крепостью своей. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Вы, я спрошу только. А вы как оказались в этой рулетке здесь? Ну, просто. Просто. А вы знаете, что здесь примерно 80% мусульман. И чтобы мусульманка была вот так раздетая, такой нету на 2 миллиарда человек. У них есть чему поучиться. Я вам советую одеться потом, чтобы прилично было. Тело не было видно. Платки, чтобы были. Нам примеры-то не дают здесь. Потому что мужчины приходят здесь, вот, которые мужчины-то. Им больше ничего не надо. Они, как у нас говорят, говорят, кобель безхвостый. Своя жена дома, они здесь рыщут. Познакомиться с кем-то. Там бывает такая интернетная любовь, в кавычках. Всякую пахость, говорят, показывать, что не надо. Это самое отстойное место. И вот этот чат, рулетку, придумал мальчишка. 17-летний двоечник. Андрей Терновский. И здесь никто не смотрит, что делает. То есть это отстойник. Государству, очевидно, это выгодно. Ну и блудите, ну и убивайте, ну и там, я не знаю, что еще можно сказать-то. А вы батюшка, да? А вы батюшка? Нет, у меня брат священник. Я простой человек. Начальник детского лагеря, 45 лет был. Воспитывали детей. Учили их. Без помощи государства. Тысячи детей отдохнули. Потому что мы верующие, мы стараемся, чтобы людям было легче жить. А уверовали, чтобы после смерти в ад не попали в огонь вместе с сатаной. А как свои грехи искупить? Как искупить свои грехи? По вере во Христа. Господь не спрашивает даже, какой это был. Тот как осознает этот грех, попросит прощения, он за грехи умер. То есть плата уже внесенная. Принять только. Вот 3 глава, 36 стих, Евангелие от Иоанна говорится. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. А Евангелие от Марка заканчивается так. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Вот мы для этого и пришли сюда. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Он будет брошен в огонь. Где огонь не угасает. А у вас иконки есть? Иконы у вас есть? Нет, иконы есть у нас, но для себя. Вы в храм пойдите, купите Библию и Новый Завет. Иконку какую-нибудь купите там, храм православный. Там все есть. Где вы живете, там... У меня есть иконки. Иконки у нее и есть. Да. Надо Слово Божие иметь. Слово Божие это... Я могу показать, какие у меня есть. У меня их мало. Вот видите. Это Библия. Полная Библия. А у меня вот... Я вам сейчас подскажу, какие у меня есть. Ну ладно, вопросы какие? Духовные есть вопросы? О, ну да. Хорошо, мы видим. Там Божья Матерь. Там еще что-то. Ну там и человеческое... Это я молитвы читаю вечернюю. О, это хорошо. Ну вот даже и не думали, что встретим человека. А мне батюшка вот что подарил. Батюшка подарил? Да, замечательно. Это Никола чудотворец Мерликийский. Батюшка приезжал ко мне, мне квартиру освещал. Ну понятно. А вам сколько лет? Сколько лет вам? Вам сколько лет? Мне 25. Ну значит, мы разговариваем с совершеннолетним. Вы не забыли, что я вам сказал? Одеться хорошо, чтобы не видели. Тут, находясь только другим, если помочь. А мужчина-то смотрит на женщину, как на удовольствие. Больше ничего нет. Старайтесь лишний раз на глаза не попадаться. Ну да. Ну все пока. С Богом. До свидания. С Богом. Да сохранит вас Господь. И помилует. Платочек наденьте.